В Нижнем городе трудовой доблести Тагили, в Ленинском районном суде, к 8,5 годам зоны общего режима была приговорена залетная наркобарыга, которая торговала с котом. Кто-то удивленно вскинет брови и поинтересуется, так она наркобарыга или торговала с котом? Да тут, друзья, комбо. Она торговала наркотой с котом. Уверен наш постоянный зритель Игорь, посмотрев на этого серого кота в детском конверте, вспомнил эту экзотическую и даже беспримерную для наших широт наркозакладчицу, которую мы условно назовем, как известную радистку и мать Кэт. Тем более на ее серой шапке так и было написано. Кэт. Видно, что дама любит котов и разные оттенки серого. Для тех, кто вдруг не вспомнил эту наркоисторию, вкратце взрыхлю фабулу в памяти. В прошлом году эта Кэт, мать пятилетней дочки, спокойно себе жила в городе Минусинске, где, видимо, постоянно отрицательные температуры, что в Красноярском крае, то есть в самом центре России. Жилось Кэт, видимо, нелегко. Поднимала дочку в одни руки, да тут еще этого серого кота надо кормить. Хотя те, кто заглядывал между ног, имеется в виду коту, уверяют, что это не кот вовсе, а кошка по кличке Мики. Вот этим мы и отличаемся от пинда-васпов. У них Мики это Маус, а у нас Кэт. Но сейчас не об этом. Денег женщине-матери, видимо, не хватало, и она решила покатиться по кривой дорожке криминала. И в декабре прошлого года в некоем мессенджере нашла объявление о приеме на работу наркокладовщицей в интернет-таркомагазин. Особых резюме и портфолио работодатель не потребовал, и в декабре же прошлого года Кэт с пятилетней дочкой и серой кошкой приехала из Минусинска в Нижний Тагил и начала разбрасывать наркоклады по окрестностям. То есть по заданию наркопаука, сидящего в интерсети, подбирала крупные клады, в съемной квартире их фасовала до розничного размера и раскидывала по тагилу. При этом барыга прикрывалась маской добропорядочной матери. Брала с собой как бы на прогулку пятилетнюю дочку и коляску, в которой возила кошку, завернутую в памперс и детскую одежду. Хотя в принципе можно было также использовать куклу или просто полено, как в великой кинокомедии про контрабандистов. Фишка в том, что расфасованную наркоту Кэт прятала именно в детском конверте, рядом с Микки. Ну то есть в одном флаконе были и котик, и наркотик. И кто бы мог до такой мимимамочки докопаться? Но 6 февраля текущего года Кэт попалась. К тому времени уже наступил год кота, черного и водяного, и Кэт прикинула, что вот теперь-то ей точно повезет, и возможно утратила бдительность и допустила прокол. Ну в общем, на странную мать с ребенком и коляской, катающуюся по разным непригодным для прогулок местам, обратили внимание жители и пожаловались в полицию. 6 декабря в Гальяно-Горбуновском массиве, где Кэт уже отработала часть наркокладов, ее тормознул на ряд ППС. Силовики досмотрели странную женщину и обнаружили в коляске 90 свертков с N-метилэфедроном, суммарной массой 131 грамм. Позже полицейские прибыли в съемный адрес Кэт, и общая масса наркоты выросла до 170 граммов, а это крупный размер. Кэт сразу же отправили в изолятор и вменили 228-ю прим, часть 4-ю, через 30-ю УК. То есть покушение на наркозбыт в крупном размере, с помощью интернета и группой лиц. Но надо заметить, что из всей группы за наркоторговлю ответило только лицо Кэт. Дело ее хозяина, спрятавшегося в интерсети, выделили в отдельное производство и пытаются его найти на просторах интернет-наркомагазина. Пятилетнюю дочку, оставшуюся без мамы, отдали в детский дом, где ее под опеку забрала другая семья. Кошка Мики тоже попала в добрые руки, ее забрал к себе сотрудник дежурной части полиции. Что касается самой Кэт, то она по схеме пошла под суд, и ленинская эфемида выписала ей 8,5 лет зоны общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, возможно, апеляшка во дворце правосудия.